Поговорим дальше. С нами на связи Сергей Чареватый, спикер восточной группировки войск ВСУ. Сергей, здравствуйте. Доброе утро. Битва за Бахмут определит, как будет развиваться война в Украине дальше. Об этом заявил украинский президент Вадим Рзеленский, выступая в Конгрессе США. Что сейчас происходит в городе? Вы заявляли ранее, что у российской армии бывают локальные прорывы на некоторых групп. Да, у них там сосредоточено огромное количество войск. Главным таким ударным элементом, которых есть ЧВК Вагнер, и они стараются, во что бы это ни стало, прорывать нашу оборону. Поэтому при такой интенсивности боев понятно, что линия фронта, она изгибается, она иногда меняется, потому что бездумно никто не, ну, не, как это, ни шагу назад сталинских здесь не действует. Здесь нужно быть, здесь действует мобильная оборона, или в НАТО еще называют смарт, смарт-дефенс, разумная оборона. То есть, когда ты не можешь какой-то рубеж удержать, ты, наверное, на какое-то время можешь отойти, нанести по врагу огневое, ну, поражение ему нанести. Зачастую мы, много раз так было, что мы отбивали назад позиции. Но все это подчинено двум главным целям. Не дать прорывать системно врагу, системно прорывать нашу оборону. Почему враг так и в своих телеграм-каналах, и всему радуется, там, каждому десятку или сотню метров, или какому-то куску улицы, потому что на самом деле у них не получается прорвать нашу оборону. А в стратегической наступательной операции это главное. Прорвать оборону системно, выйти в тыл, идти дальше на оперативный простор, а окружить войска, если получается. То есть, когда сыпется у твоего врага его оборона, и он не может системно тебе сопротивляться. Этого уже многие месяцы у них не получается. Это первая главная задача, которую с достоинством и ценой большего мужества, и героизма, и слаженности, и обученности достигли Вооруженные Силы Украины. И вторая, что они наносят колоссальные потери врагу, враг теряет немыслимое число личного состава, как для войны современной армии, как для войны 21-го столетия. То есть, каждый день, по сути, вот и Генштаб сообщил, что в эти сутки 480 человек, это до этого 500 с чем-то было. В среднем, если усреднять батальон в сутки, и большинство из них теряется как раз на Восточном фронте. Сергей, британская разведка пишет о том, что в Бахмуте начались уже городские уличные бои. Что вы можете об этом сказать, и что думаете о мнении британской разведки, что эти уличные бои для российской армии не есть хорошо конкретно в этом случае? Если не ошибаюсь, там не идутся про уличные бои, которых нет. Там были прорывы на окраине города у врага, если это можно назвать в частном секторе, когда их, в принципе, выбивали оттуда. Но тут они больше анализируются, если это тот анализ, о котором я думаю, они больше анализируют, что те силы, которые сейчас есть у врага на этом направлении, а это бывшие заключенные Уагнера и мобилизованные, которые прошли в лучшем случае двухнедельную подготовку на каком-то полигоне, они для уличных боев, которые являются вершиной военного искусства, это надо быть суперподготовленным, чтобы вести качественный уличный бой и не быть убитым в первых пять минут. Они как раз не годятся. Тут я с ними согласен и думаю, что поэтому враг может быть и ставку делать больше на охват Бахмута и желание его обойти с флангов, окружить там наших воинов, чем взять его в лоб. Потому что, да, я разделяю их тем мнением, что, наверное, они не самая подготовленная армия для уличных боев. Смотрите, вот вы говорите, да, что по данным Генштаба российские оккупационные войска несут колоссальные потери возле Бахмута. В то же время с их стороны идут заявления о том, что город вот-вот упадет. При этом, по мнению экспертов, взятие Бахмута позволило бы российским войскам развернуть наступление в термине Донбасса, который остается под контролем ВСУ. Как думаете, есть ли у российской армии ресурс для продвижения вперед на Донбассе? Тут вопрос, он такой, знаете, очень многогранный. С одной стороны, чисто математически они могут потянуть еще личный состав. У них это как бы частичная мобилизация, она не частичная. Они все еще тянут, собирают где только могут. И по России, и по оккупированным территориям. Весь такой, знаете, личный состав, который, чтобы считалось, только зачастую это так. Есть, конечно, элементы подготовленные. И они тянут со своих складов вооружения. У них довольно много с советских времен оружия, которое какое-то чуть лучше подготовленное, там и техника, которая очень существенно требуется ее, скажем так, до подготовки, особенно в зимнее время к боевым действиям. То есть математически они это стягивают, они еще могут натянуть определенное количество войск и техники. Но то, что большое сомнение не только мы, скорее даже не мы, а западные аналитики поставят их несущественный какой-то наступательный потенциал именно в качестве этого и личного состава, и техники. И главным маркером, главным показателем этого есть, что такая огромная по количеству армия не может взять районный центр более полугода. И я думаю, это очень значимый фактор в оценке любой ситуации. Сергей, до полномасштабного вторжения России в Украину в Бахмуте проживало порядка 70 тысяч человек. Сколько сейчас там осталось людей и какая гуманитарная ситуация в городе? Потому что известно, что гуманитарная помощь доставляется, но понятное дело, что под обстрелами очевидно, что не все блага цивилизации доступны людям, если не говорить, что вообще ничего не доступно. Ну там осталось, конечно, даже, наверное, меньше 10% от того, что жило до войны. Там еще более такое, еще, ну, скажем так, несколько недель назад, там, кажется, глава военной администрации оценивал до 7 тысяч. Сейчас, я думаю, меньше, потому что каждый день люди уезжают. Все наши, и военная администрация Донецкой области, и ее глава фактически ежедневно обращается к людям, что русские убивают, поэтому прилетают снаряды разного типа, и реактивные, и ствольные артиллерии, и авиация. Поэтому призывают их эвакуироваться. Национальная полиция, спасатели, органы цивильно-военного сотрудничества Министерства Збройных Силов Украины все стараются помочь им. Ну, понятно, что у некоторых людей в силу разных обстоятельств, особенно это старшее поколение, которые боятся каких-то перемен, боятся изменить свое место жизни, не уверены, куда они поедут, они еще остаются. Но, конечно, все госорганы рекомендуют лучше им уехать, потому что очень под системным таким и ежедневным огнем находится Бахмут. И даже когда президент выступал в Бахмуте, то это было на фоне разрывов градов. Вот как раз хотели уточнить, а можно уже рассказать, как организовывался приезд президента? Потому что, мне кажется, он был сюрпризом не только для общественности, но и для самих военных в Бахмуте. Абсолютно. Я ехал туда с задачей обеспечить информационное сопровождение, награждение наших военнослужащих к тем-то из то ли Минобороны, то ли Офиса президента. Но все думали, что это будет среднее где-то звено. И только за последних 3-5 минут до прихода президента мы поняли, что слишком появились офицеры управления госохраной. И мы поняли, что, наверное, будет кто-то по значиме. Но мы не знали, кто. И когда появился президент, это, конечно, было невероятно. Это очень подняло дух. Конечно, многие спорят. Наверное, я тоже переживаю, потому что это верховый командующий, насколько это было безопасно. Но как лидер, как человек, который решил, как лидер нации, который показать, что для нас это важно, и вот все эти разговоры про какие-то договоренности, про какие-то желания что-то уступить, они просто смешны. Когда президент приезжает в Бахмут и говорит, что это наша крепость, что мы будем тут стоять, и мы не собираемся ничего отдавать из нашей земли, это значимо. И я думаю, это один из таких важнейших шагов как раз в продолжении. Сначала продолжение нашей такой активной обороны, а потом и дальнейшего освобождения Донбасса. Вы же наверняка знаете, что в тот же день, когда Владимир Зеленский посещал Бахмут, тут же вышло заявление, там, то ли Пескова, пресс-секретаря Путина, то ли сам Путин, кажется, Песков точно об этом говорил, что Путин, дескать, тоже ездит на передовую. Но, правда, ни одного, ни видео, ни фотоподтверждения этому мы еще ни разу не видели. Вы ранее заявляли, что российские оккупанты боятся разгружать арт-склады ближе, чем за 100 километров от передовой, потому что их достает украинская артиллерия. Как это влияет на интенсивность боев на Донбассе? Ну, оно, конечно, влияет, потому что мы существенно утруднили им логистику. К сожалению, конечно, у них еще много советских снарядов, поэтому и они их везут. Но если сравнить динамику использования с летом, когда просто это был огневой дождь, и по всей линии фронта, то сейчас они в основном сосредотачивают на тех участках, где они более всего хотят, системно имеется в виду такой массовый огонь, где они хотят достичь успеха. Это Бахмутское, Авдеевское направление, на некоторых направлениях Луганской области. То есть, конечно, это очень повлияло. И более того, скажу, что постоянно работает наша артиллерия, которую дали нам партнеры, высокоточная. Они выходят, такие ночные охотники, скажем, или Хаймерсы, другие высокоточные системы, у которых очень серьезно проводится разведка, да разведка, и потом контроль. И, по сути, там уже можно говорить о том, что там один выстрел, одна серьезная цель, типа командного пункта, типа полевого склада боеприпасов, типа большого скопления личного состава или техники противника. И они очень-очень этого боятся. Ночь для них тревожная, не менее тревожная, чем день. Только в днем идут бои интенсивные, а ночью они вместо отдыха очень напряжены, потому что знают, что мы охотимся, и мы каждый день все лучше и лучше бьем по их системным таким целям. Сергей, а где еще напряженная ситуация на фронте? Какие бы вы еще точки выделили? Ну, конечно, это в Донецком направлении, в Донецком направлении, где тоже враг постоянно, приблизительно чуть-чуть, может, меньше количества артударов, буквально на небольшое, иногда меняется это. И штурмов, то есть это, наверное, второе такое направление. И сейчас, как так же, враг пытается на луганском направлении, на некоторых его поднаправлениях иногда контратаковать или вести активные боевые действия. Но мы купируем эти все попытки или огнем артиллерием, или ударом наших войск. В принципе, все эти попытки заканчивались только системным отходом их и большими потерями в личном составе. Сергей, спасибо большое вам за предоставленную информацию. Мы поговорили о том, что происходит на Восточном фронте с Сергеем Чреватым, спикером Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины. Спасибо.